Девушки отдыхают И тыквы, конечно Но, откровенно говоря, я считала, что тыквы и все, что с ними связано, это имеет отношение к Хэллоуину А это какой-то западный американский праздник, а к нам он отношения не имеет Или я ошибаюсь? Считалась ночью магической, мистической И эти дни, 1-2 числа, считались праздником осенних дедов Осенние деды, это в принципе умершие родственники То есть эти дни, дни почитания усопших А тыква тут при чем? А тыква имеет символ последнего собранного урожая этого года Вот ничего уже на огородах не остается Одни тыквы желтеют, видели такие украинские поля И вот даже в Германии сейчас, я смотрела по телевизору, до сих пор сохранился такой обычай На тракторах селяне везут вот такие огромные тыквы И меряют, у кого килограммов больше Тот и выиграл какой-то финансовый приз на все село А у нас какие традиции связаны с тыквой и с этим праздником? В день перед 1 ноября издревле было принято убирать все в хате Люди шли в баню, выставлялся благодарственный веник, обязательно вины чем вверх И ведро с водой, это для того, чтобы духи предков, когда придут, или домовой, когда явится У него был и веничек, и водичка, чтобы помылся и попарился Затем приносили в дом тыкву Если невестка и свекровь в конфликте, бралась самая большая тыква И кто был более зол, говорили, руби тыкву И женщины, вот те, которые в конфликте в одной семье Выгребали руками вот этот мякиш с семечками Садились и поштучно пересчитывали каждое зернышко И у кого зерен было больше, тот был и прав А если я не согласная? Анна Денька, эта тыква нас рассудила Действительно получается, что тыква 1 ноября умнее, чем свекровь Я так и знала А традиция вырезать вот такие замысловатые изображения на тыкве тоже наша, родная? Да, это очень интересная традиция, которая тоже пришла издревле Вот эта рожица, это символ, который будет отгонять плохих духов Слушай, Алена, а я же запаслась тыквами Я же подумала, что нам с вами нужно научиться вот такой вот оберег вырезать для собственного дома Кто хочет попробовать? Конечно У нас только тыкв не будет А у меня есть три хорошие тыквы Пускай попробуй Аленушка, выбирай, кто будет сегодня из тыквы оберег делать Вот молодой человек, я вижу активное стремление к народному творчеству И у девушек я вижу стремление к чему-то новенькому Передайте, пожалуйста, моим гостям тыквы Первая тыква пошла Считается, что у тыквы то, что называется семечками, считается это душа Бабушка говорила, душу кушайте Так а что моим гостям делать? Вот они так удобно в первом ряду расположились Вас как зовут? Меня зовут Мариям Первый раз будете из тыквы вырезать? Да нет, я училась на художника и это для меня обычное дело Так это ваша профессия, тыкворез? Посмотрим, кто у вас получится Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Артем, я буду вырезать в первый раз Ну а кашу-то тыкву ели когда-нибудь? Никогда Да вы что? Ну а вообще вы знаете, что тыква полезная, Артем? Да, знаю Отлично, как вас зовут? Виктория, доброго дня Любите по тыкве вырезать? В детстве когда-то пыталась вырезать, доведается вспомнить А получилось тогда? Ну, что-то приблизно так Вырезайте, пускай у вас все получится Давайте поддержим участников нашего эксперимента А мы продолжим разговор Чем дальше, тем тыква становится интереснее Я уж и не думала, что она может так многое означать Традиции данного вечера это поминать дедов, поминать предков И помин на столе, как правило, был эта тыквенная каша После этой ночи собиралась печина Это зола Собирали эту печину рукой, выкладывали на тарелку И смотрели, какие фигурки получились Птички к новостям А как же нам сделать? У нас-то печи нет? Я другой способ гадания могу предложить Давай Когда вынимается вот эта вот интересная шляпка И вычищается то, что я говорю, душа Вот это вот все семечки Сюда вставляется свечка И свеча поджигается Так вот, если вы возьмете свечу побольше Вставите ее в тыкву И на бумаге напишите вопрос Какие будут у меня перемены в личной жизни? Будет ли у меня суженый в этом году? Кого я встречу из друзей? Чего мне опасаться? Кого мне бояться? Вопрос можно задать всего лишь один А как ответ-то узнать? Тыква приставляется к стене Пишется на бумаге вопрос И бумага поджигается над свечкой И на фоне пламени свечи Вы смотрите отражение на бумаге Там могут появляться образы, тени Очень часто появляются тени животных Например, медведь Медведь – это сильный человек Властный, который может сделать вам Какие-то рабочие предложения Собака – это друг То есть вы познакомитесь, подружитесь с кем-то в этом году А жених-то, жених как будет выглядеть? Птица – это новости А жених-то? Жених! Одна девушка, моя знакомая Однажды сказала Ты знаешь, а я Сашкин профиль видела Он такой, говорит, такой С такой нос горбинкой Из-за лысины Вот точно, понимаете? Вот во время такого гадания? Да, да Я надеюсь, вы все тыквами запаслись Потому что время близится Когда можно будет вопросы задавать А вы заметили, что я подготовила тыковки И там внутри уже ни семян, ни мякоти нет Со свекровями помирилась я Если вы меня спросите А зачем мне просто свечку? Причем здесь тыква? Согласна А я отвечу Потому что тыква – это оберег Для того, чтобы гадать И кто кое-чего подбаивается А вдруг не того духа вызову Правильно? Правильно А вот она, тыква, вас убережет Аленочка, ну а вот Из этой-то тыквы Которую мы уже используем Как магический подсвечник Как оберег Из нее-то кашу можно варить? Можно Мало того, тыква, которая является самой большой Она кушается именно в этот день Для того, чтобы в семье было здоровье Удача, любовь Родились здоровые детки И прожили следующий год В счастье, мире и достатке А вот поднимите, пожалуйста, руку Кто согласен есть тыквенную кашу Молодцы-то какие А если тот, кто ни за какие ковришки Тыквенную кашу не будет есть Поднимите Артем? Артем, ты что, я же тебе свою тыкву доверила Разве можно так? А чего ты не хочешь? Тыква это не мой продукт А чего ж ты ее так ковыряешь усиленно? Для вас стараюсь Такому парню можно все простить Спасибо, Артем Я смотрю, что тыква Мария уже на нас глядит Как тебе этот портрет, Аленушка? Один из самых лучших, которые я только видела Что можно сказать о Марьям По вот этому портрету, который у нее получился? Прежде всего, можно сказать, что человек Очень творческий В руках заложено умение Все, что вы будете делать, будет прекрасно С такой уверенностью, как Мария вырезает тыкву С такой уверенностью у нее будет все по жизни Да, так есть Все правда? Вот вам и гадание на тыкве Ой, посмотрите, какой красавчик Очень веселый оберег, который убережет вас от грусти и печали Рассказывает о самом человеке Очень веселый, очень харизматичный, имеющий много друзей Способность к нетрадиционным решениям, неординарным решениям в ситуации Немножко есть лени Все правду о тебе, Алена, рассказала? Отлично Вика так усиленно сейчас там что-то выражение лица своей тыкви меняет Наверное, хочет, чтобы что-то особенное получилось Что мы можем еще делать с такими праздничными тыквами, Аленушка? Если у вас есть такой оберег, то вы спокойно можете загадать сон Например, перед сном сказать такую фразу Пускай приснится все, что должно сбыться И поджигаете эту свечечку Слушайте, я понимаю, что это будет загадочная ночь И чтобы не заснуть, можно прямо сейчас выпить чашечку кофе Угощайся, Аленушка Все начинается с Нес-кафе Наверное, Виктория готова нам показать свою тыкву Ой, какая хорошенькая Она такая добренькая Она такая, знаете, никому зла не хочу А куда же поставить такой оберег, чтобы он действительно охранял дом и нас? Такой оберег ставится, как правило, на кухню Он является символом семейного благополучия, сытого стола и сладких дней И это замечательная возможность не только съесть полезную тыкву, но и защитить себя и свое жилище